Еще один вопрос, который хотела бы поднять. Мы вынуждены констатировать, что в Соединенных Штатах продолжает эксплуатироваться тезис о некой российской военной угрозе. Причем он уже перекочевал со страниц изданий, которые ссылались на неназванные источники. Он уже четко укрепился в лексиконе официальных представителей Вашингтона. И недавно в очередной раз вот этой вот мнимой российской военной угрозой пугал министр обороны США Эштон Картер. Я просто призываю вас посмотреть, как обстоят дела на самом деле. На наш взгляд, все эти беспочвенные обвинения, которые идут в адрес России, используются Вашингтоном для прикрытия и переброски собственных контингентов и техники в Европу. Их сосредоточение возле, собственно говоря, российских же границ. Это основано на фактах, но мы можем сделать вывод о том, что Пентагон методично наращивает свое присутствие в восточноевропейских странах, включая Прибалтику. Там растет число американских военнослужащих, самолетов и тяжелой бронетехники, а также расширяется соответствующая инфраструктура. Что касается Черного моря, о котором я уже поминала в контексте украинского сюжета, так вот в Черном море практически постоянно находятся боевые корабли Соединенных Штатов Америки. Под руководством американских штабов непрерывной чередой вблизи российских границ идут общенатовские учения, на которых, вот здесь тоже просила бы, так сказать, сконцентрироваться Вашего внимания, потенциальным противником открыто называют Россию. То есть не какие-то глобальные угрозы, не конкретную угрозу международного терроризма, а потенциальным противником открыто называют Россию. Тот же Эштон Картер на днях объявил НАТО, я цитирую его, якорем глобальной безопасности. Ну, собственно говоря, сделана, знаете, такая, можно сказать, заявка на всемирную роль Североатлантического альянса, она сделана открыто и официально. Ну, честно говоря, вот все это больше похоже не на якорь, а на камень на шее глобальной безопасности. И продолжается, я еще хотела обратить Ваше внимание на то, что продолжается подготовка к развертыванию в ближайшие месяцы в Румынии и к 2018 году в Польше наземных батарей противоракетной системы Соединенных Штатов Америки, способных по своим техническим характеристикам запускать не только средства перехвата, но и ударные крылатые ракеты. Более того, американские военнослужащие прочно обосновались на Украине, что является грубым нарушением со стороны Киева пункта 10 Минских соглашений от 12 февраля. Вот все это, о чем я говорю, это, безусловно, очень тревожная тенденция. Во многом она перекликается с американской политикой, с американской линией времен Холодной войны. Мы искренне считали, что вот эти фобии, страхи, все это осталось в прошлом. Но факты говорят сами за себя. Все это весьма деструктивно. И Вашингтоном и союзниками Вашингтона наносится прямой ущерб международной безопасности. Не говоря уже об очевидном нарушении известных обязательств НАТО, о сдержанности и развертывании боевых сил на территории новых членов Альянса. Ну, видимо, об этом они уже совсем забыли. Мы, разумеется, вынуждены учитывать направленные против России военные приготовления Соединенных Штатов, в том числе Европе, в своем оборонном планировании. Несмотря на все вышеперечисленное, запугать нас не удастся. Обмануть мировую общественность насчет того, кто провоцирует напряженность и кто является военной угрозой, если и возможно, то, во-первых, ненадолго, а во-вторых, непонятно, зачем это делать. У нас перед нами всеми есть действительно глобальные настоящие угрозы, с которыми нам вместе нужно каким-то образом взаимодействовать по ним. В частности, международный терроризм. Что происходит в регионе Ближнего Востока, мы, собственно говоря, об этом с вами говорим на каждом брифинге, да и, собственно говоря, об этом говорит все международное сообщество. Есть реальные угрозы, с которыми надо бороться. Они придумывают мнимые для того, чтобы наращивать в определенных регионах свой военный потенциал. Все же надеемся, что в Вашингтоне осознают порочность и тупиковость подобной линии, о которой я только что вам рассказала.